Пресс-служба Росстандарта сообщает об отзыве 12 тысяч автомобилей Лада. На сервис отправятся Весты, Ларгусы и X-Ray, проданные за последние полгода, с сентября прошлого года по настоящее время. Причина отзыва оказалась достаточно серьезной. Марка хочет проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. На всех машинах клапан заменят абсолютно бесплатно. Владельцы потенциально неисправных машин будут проинформированы представителями АвтоВАЗа. В России стартовали продажи обновленных фургонов и микроавтобусов Volkswagen T6-1. За этим замысловатым индексом скрываются обновленные транспортеры, мультивены и каравеллы шестого поколения. Все версии, представленные на нашем рынке, будут оснащаться двухлитровыми дизелями разной мощности. Коробки передач, пяти- или шестиступенчатая механика, а также семиступенчатый преселектив. Типов привода два, передний и полный. Кроме того, в гамме Volkswagen есть две версии по длине колесной базы и две по высоте крыши, хотя не все из перечисленных сочетаний возможны. Обновленные машины стоят дороже дореформенных. Они отличаются другим оформлением передка и совершенно новой передней панелью. Главное нововведение по технике – электромеханический усилитель руля. Его применение позволило расширить гамму ассистентов, включая систему удержания на полосе и автоматический паркурщик. Вдобавок среди опций можно найти полностью цифровую приборную панель, а также адаптивный круиз-контроль, способный работать на скоростях до 210 км в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова